Это репорт-организации, стукачи, проститутки, председатель же совета, чтобы был опять, понимаете как? Нам это нафиг нужно. Вот эта вся их идеология, чтобы 9 мая, что такое 9 мая? Для меня она нифига не стоит. Если нас брали на войну либо немцы, либо Сталин, и один, и второй бандит, и один, и второй фашист. У одного красный свет, а другой коричневый человек. Не, они оба красные, они оба красные, флаги оба красные, оба красные флаги, они два нациста, ублюдка. У одного серпа рула, у одного свастика, оба красные. Кто у кого учился насчет этого? Я думаю, Бебечка Сталин, это Гитлер. Сталин, знаете, потужился, потужился, похлопал и выскочил Гитлер. Да, когда, я не очень любитель анекдотов, но мне один парень, когда я закончил техникум, был, мне поставили на завод, чтобы я сделал практику, ну на практике, да. И один раз в одной камере фашиста и коммуниста, в одной камере, чтобы делать экстерменты, кто кого. И собрались там люди, и я говорю, я смеялся три дня. Я вообще не любитель анекдотов рассказывать. А это я всем рассказываю. И, короче, оставили там отверстие и наблюдали за это. Так этот бедный фашист стоял в углу, а этот нашал его в ухо, в нос, в гриву, во все дырки. Когда опустили оттуда его, он сказал, что вот, ну, крестился в разные стороны и не могли его остановить. Короче, мораль всей башни такова. Фашист это не что по сравнению с коммунистом. А я добавлю, я добавлю, Тарас. И я вас потом отпущу. Я добавлю и потом отпущу вас. Слушайте меня. Оказывается, нацистская, ну, точнее, не как оказывается, может быть, кто об этом знал. Я вот просто сегодня скажу. Нацистская партия возникла из-за того, чтобы появилась коммунистическая партия. Они возникли как противовес. Вот, например, тут 5 килограммов, они стали тоже 5 килограммов, чтобы не было коммунистов. У них в Германии появилось много коммунистов. И они были против коммунизма. Ну, то есть, если бы не было коммунизма, не было бы нацизма. То есть, нацизм это, пора же, как второй вагончик. Появился первый, потом поехал второй. Понимаете, чтобы не было первого. Вот эти 2 монстра, они хотели друга съесть. Но если бы не было коммунизма, не было бы нацизма. Как вас звать? Харат Ту. Максим. Так, сколько вам лет? Тринадцать. И откуда вы? Южно-Сахалинск. Вау! Сколько вам лет? То есть, Южно-Сахалинску сколько лет? Ну, точно не могу сказать, потому что сначала... У вас строили гулаговцы? Ну, а потом, когда Советский Союз захватил его, он использовался как остров для каторжников. То есть, у вас отстраивали гулаговцы, политзаключенные, да? Нет. Отстраивал коренной народ Айны. Каторжники это не гулаг? А что такое каторжники? Заключенные, которых привозили сюда... Вы говорите про царскую Россию? Нет. Ну, каторжники это гулаг. Это люди, которых Сталин убивал. Он их не кормил, не одевал. Они там умирали, как каждые там два-три дня. Два месяца и все. Там у них не было одежды, не было технологий. Они все руками делали. Они болели цингой, тифом, дизентерия. То есть, они ели там, ну, гадость всякую и все. Они умирали от того, что... Я говорю про момент, когда Сахалин принадлежал Японии. Когда он пьюли японские и корейские каторжники. А после этого вас... Кто жил у вас? Кто вас строил? Считайте, что это вы погибли, но они опять родились. То есть, ну, читайте, что люди, которые лежат там, это такие же, как и вы, мальчики и девочки. Это тяжелая история, но ее надо знать. Если вы там живете, знайте историю своего города. Так, и вас зовут еще раз Максим. Да-да-да. И о чем вы хотите поговорить? Максим, не спать. Я сейчас могу вас освободить от эфира. Максим. Добрый вечер. Здрасте. Как вас звать? Смотрите. Как вас звать? Сколько вам лет? Семен. Семен, мне 14. Семен, 14. Какой город? Лучший город. Ну. Как он называется? Короче, я не хочу назвать свой город, так как, ну, зачем? Назовите районный город. Область назовите. Область. Область Красноярский край. Краснодарский? Красноярский или Краснодарский? Крас-но-ярский. Красноярский. Ну, тоже у вас гулагов много в Красноярском крайне. Вот, как-то, знаете, сейчас увидел ваше видео про то, что вот россияне в вашем отсталом городе можно просто снести какое-то здание, посмотри, почему вот ваши губернарцы это делают? Еще раз, в вашем городе можно что? Вы быстро сказали, что можно в вашем городе? Снести любое здание. Да, я тебе показала. У вас же стоят говно зданий, что вы на них молитесь? Снесите, построите бассейн, построите теннисные площадки, баскетбольные, скейтбордовские. Постройте то, чтобы люди выходили на улицу, и у них было что делать. Сейчас жара. Я приехала из Канады, там такие же бассейны, а в Канаде, вы понимаете, что там очень холодно. Там очень суровые зимы, маленькое лето, вот такое вот, там три недели, но они очень жаркие. И вот везде бассейны стоят, открытые, паркуешься и купаешься. Я езжу в Канаду несколько раз в году, каждое лето. И там такая же вот инфраструктура, что и здесь. Я люблю бассейны, да. Я не представляю ни одного дня без воды летом. Поэтому я предлагаю. Вот такие бассейны, которые будут в таких туристических районах, как Сочи, Краснодарский, Который, Шталовый. Нет, я не нахожусь во Флориде. Вы знаете, где я живу? Показать, где я нахожусь? Где я по отношению к Флориде. Хотите посмотреть? Показать? Ну, давайте. Давайте. Так, все. Вы будете мне рассказывать, как мне там не то слово, а мне нравится. Ну, идите. Ну, не нравится. Нет, подождите, подождите. Я вас не буду держать. Не критикуйте меня. Вы зашли. Берегите меня яко ласточку. Понимаете? Яко свою там, не знаю, любимую конфетку. Если я кому-то что-то не подобаюсь, я вас выкидываю. Вон сидит столько людей. Неужели я буду в вашу критику? Вы меня сравнили с животным. Не вас сравнило с животным. Я советую вам все говно из города вынуть. Вы, когда приходите в дом, вы же не храните все то, что бабушка с дедушкой оставили. Вы, наверное, хотите какой-то современный дизайн, какие-то там теплые полы, какую-то подвеску. Чтобы там зашли друзья и сказали, вау, чувак, это круто. Нет, вы знаете, дедушка на кресле стоит старая. Он уже умер, конечно, но на кресле стоит. Бабушка на диван стоит тоже. Про дедушке какой-нибудь там, не знаю, чердак. Ничего не трогаю.